Туризм Первое, я не буду свидетельным, но пристану и скажу, что как бы, ну не с меня началось с горкома партии, горком партии пригласил, мы согласились, это в том числе Юрий Браниславович, который нет, которого ожидают, и как-то началось с подвала, а подвал надо было оборудовать, поэтому там даже прибор важнее, чем помелок, они все подмели, а мы обустроили как бы ни было, что бы ни было, и продолжали, ну по крайней мере я через себя говорю, я только не ходил год, пропустил, ну положительные причины, а так еще собираюсь. Юрий Браниславович еще год назад ходил в поход, и в этом году собирается. Собираюсь. Передам от всех, от Котловского футболка привет в Питеру, я буду 9-го в Питере, у нас 7-го, вот, и Ере передам, и Вале передам, там еще есть от самой и так далее, и тому подобное, передам. Так, говорим о встрече, о походе, и все, что возможно, повезу в этом фотоаппарате. А так, спасибо, что с маленького подвала началось маленькое, ну уже среднее движение, и я бы хотел, по крайней мере я предполагал, что дальше оно будет развиваться. Для этого пусть молодняк, простите за грубость, это ханство, двигаться вперед, двигая дальше, и спортивный, не только спортивный, но и детский, а туризм развивался. И выйти на рекламу. Если это возможно, сделать рекламу. Юрий Владимирович поддержит, который брали. Можно, Лена, можно. Моё попадание в туризм было, в общем-то сопротивлялись, как могли. Недавно вы видели, Сергей Александрович, я еще раз эту историю рассказывала, это в туризме, да? Это был 89-й год. В этом году я училась в 17-й школе, серьезно занималась баскетболом, и мы с Ячковым выиграли, мы последнюю выиграли чемпиона России. И приехали, и подростковый возраст, тренер у нас был жесткий, прилетела мне сюда, и я вся обиделась, решила все бросить. Но создаётся вакуум, когда утром, вечером тренировка, вдруг всё попало, нам было всегда тот день. И классный руководитель объявляет нам, что придёт как-то руководитель, будет ориентировать нас в туризм. Мы сбегали два раза в классе, вот и правда, собирались и убегали. На третий раз нас после урока просто задумали в классе, пришёл Сергей Александрович. Случилось принуждение в туризме. И вот оно, нет, и случилась, наверное, вот такая любовь на всю жизнь, потому что дело было только 4-4 в 7-го, а в субботу мы уже ехали на грань, где они, понятно, что там были. И под первым снегом в Октябрьске под полиэтиленом лежали Саша Ефтеков, Вася Вакушев и Валик. Но приеме вы... Аккопали их? Мы субботу не поставили. Да, вы очень много раздыхали. Вы чёвка была специальная, под ноги. Экстремальная. Вася, тут же, когда-то... И с нами была Наталья... Дошёлся, вообще. Да. И всё. Вася, тут перераскушили. Вася, на байдарке пытался эскимоску сделать, но он утонул. Это было стяло. В общем, это очень всё впечатлило. Я осталась надолго, на всю жизнь. Спасибо вам, ребята, что вы есть. Согласитесь, что когда мы увидимся в городе или где-то в интернете, в соцсетях друг друга встречаем фотографии, мы улыбаемся. Мы помним. Очень приятно вас всех здесь видеть. Спасибо, что вы есть у меня. И знаете, что я тоже есть в вашей жизни. Спасибо, что приятно. Малиновская Екатерина. Мой путь в туризме начался всё со школы. Я училась в Ленском районе. И к нам в школу пришла работать Амосова Елена Аркадьевна. Она тогда нам так продвигала этот туризм. Она сейчас работает директором областной санкции туризма. Вот она у нас проработала в школе 3 года. И она так прям нас, ну, помогла нам полюбить туризм. Ей надо сказать, что мы до сих пор с ней так периодически общаемся. Потом я пришла сюда научиться в физкультуре, в училище физкультуры. Я до сих пор работаю учителем физкультуры. И вот каким образом я попала, вот подробно, я не помню, как я оказалась. Я не знаю, но я помню, что мне всё это очень понравилось. Перелучили, что у нас прямо на так несколько человек туда пришло. Годы были очень интересные. Интересно было испытать себя, что мы можем. Такое время было, что вроде бы всё сложно было, ничего не было. Но тем не менее было очень интересно. Очень я запомнила поход на Люкчу. Вообще я не рыбак, я очень далека от этого. Я тогда впервые увидела, что корюшка шла на нерезь. И мы прям её вот так вот руками, мы её там вытаскивали. Ну, в общем, певья интересная. Наверное, ну как, не знаю, что ещё. Кого-то помню, кого-то... Вот вашу половину вообще не знаю. Тем не менее, я очень рада, что мы все здесь играли. Это песня. Спасибо, Александр. Очень приятно. Я всегда был где-то близко к Антону, а в туризм я попал после в армии А.С. Александрович, брату его одноклассника, подтянул его до него. Первый раз мы встретились в какой-то другой городе. А, склад на гайданке. А.С. Александрович, брату его одноклассника, поднял его на тройке, А.С. Александрович, брату его одноклассника, поднял его на тройке. Я Летова Елена и расскажу немножечко. Я, наверное, знаете, между каким поколением? Вот между вот этим поколением и между вот тем поколением, которым напротив. Потому что дело было так. В 86-м году я в Каряжине пришла в туризм, а вот в 87-м я уже поехала в составе сборной команды от какой-то ЦБК, какой-то, не помню, в Котлас на соревнования. Я против вот этого вот себя. Вот. И в 88-м году я первый раз приехала вот в этот обвал, в этот клуб, про который много очень говорили. И посмотрела, как все готовят лыжи, там, байдарки и так далее. Нас пригласили к Каряжинске в гости к Котласске. Была груза такая. Вот. Ну, в принципе, и все, наверное, а остальное неважно. Оля, поближе микрофон. И я пришла в туризм, аналогично вот как Лена, то, что нас пригласил Сергей Александрович из Симонской школы агитировать, заниматься туризмом. Ну и всех прием, как бы, немножечко я походила к подругам. Есть до сих пор дружая. Ну, к сожалению, не так часто приходится заниматься. Венера в 91-м году, правильно? Не помню. Вот они тоже поминали? Я могу про Ольгу Вязыкову интересный фактор сказать. Ведь я тогда тоже только начинал, да? Первый поход мой был в 88-м году, да? А она, может быть, даже 90-й год, может, начало 91-го. Тогда Брониславович организовал соревнования по ориентированию по карте, которую он сделал сам. Это была плотина. Это я потом уже понял, года через три, через четыре, что эта карта мимо там, ну, не знаю, на 100 метров, может, 50. Ну, это ладно, это не важно, была карта. И мы ориентировались. А я привез тогда вот Димка Ельцов, там, Володя Луканин, Ольга Вязыкова. Короче, они такие же чайники были, как и я. Ну, не в этом дело все. А когда сообщают результаты, да, оказывается, что моя команда, по-моему, заняла второе место, да? А Вязовикова вообще первое место заняла. Ну, вот и все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аня Покина, Лишникова, 1992 года. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я тоже не особый туризм, меня тоже, наверное, взяли из-за того, что я напитаю, чтобы там тренировала Наташу. Поэтому я после единички на полярке на Урал поняла, что спортивный не мой вообще туризм. Поэтому я там что-то писала, но он уже в клубе записал. Вот. И сейчас я занимаюсь уже вообще всеми направленностями дополнительного образования. И туризм для меня это просто вот та база, то те основы, тот фундамент, в котором я точно знаю, что там должно быть. По сравнению с этими новыми кирокешингами и всякими эгисами и так далее. Вот. Это вам привет из Ярославской области, от заслуженных туристов. Может быть, кто-то знает, Сергей Николаевич Хренов, он у нас такой прямо вот самый заслуженный. Я очень хорошо с ним общаюсь. Отлично, Женщик. Ну вот я, значит, даю ему тоже привет передам. Он у нас весь год 19-й прошел в конкурсах на педагога дополнительного образования. Вот поэтому мы подружились. Так что из Ярослава я вам привет. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, уже мы пусть делаем смену, да, в обстановке. И все, что ли? Так и осталось. Так, слушаем дальше. Я Оля, ответственно. Мы, как сказала Наталья, на Винске. На Винске и все, что ли? Ничего интересного. Какая-то сестра Таланта. Я Лена Понева. Меня привела, кстати, Олечка. Да, она сказала. Да ладно. Серега Михеев придет вам набирать в Турин. Расскажу только один момент. Я помню, как Аня Хокина, когда я все время тренировалась на российские соревнования, и жаловалась лично. Я устала. Она говорит, Леночка, я каждое утро встаю в школу, и мне так не могут отставать. Но я думаю, блин, Аленочка вот так бегает сейчас на сцене. Ой, надо вставать и идти в школу. Это я помню. Встаньте, Лена Понева просила музыкалку из-за этого туризма. Но я вот тогда, когда она начала кушать, она не кушала до этого. А после первого похода пришла и первая говорит, мама, я хочу кушать. Я говорю, правда, бросаем музыкалку, идем в походы. Здравствуйте, я с Киевичем поздоровался. Субботием Евгением. Меня знаком. Пришел в Турин с 8 класса. Здесь несколько одноклассников. Очень в этом не жалеем. Много здорового урока про жизнь. Ну и стараемся тоже посещать вес. Может, у многих других ответвений, но не без него. Спасибо. Всем здрасте. Шарабин Евгений, 76-я школа. Горицац, по-моему. Помню один момент, когда на одних из соревнований нам запретили бегать. За Михайловских. Вот почему-то меня отложилось. Я до сих пор быстро хожу. Он как расшифрует, я не понимаю. За мной и никто зачастую. Гнаться не могут. Мы это... Плечку пошли с одной из причин. Не, подожди. А что такое запретили? Я не понимаю. Расшифруй. Я тут уже узнал вчера некоторые вещи интересные. Был какой-то момент на соревнованиях запретили бегать. Почему? Потому что мы лоси постоянно бегали. Единственное, главное. Было такое, да? Нет. Плечку пошли с другим. Которым нельзя полагировать, точно идти. За печенье надо в Плечку. Но мы все равно, он пришел. Действительно, это не сейчас. Спортивная какая-то специальная. Ничего я не понял. Ну ладно. Бабки Максим, здравствуйте все. Очень приятного счастья здесь. Самый умный. Приятно, приятно. Началось все. 30-90-х. Так, потихонечку до сих пор. До сих пор? Чего-то не видно. До сих пор? До сих пор. А он всегда такой был. Он и в школе такой был. Да. Его не пробьешь. Где город? По-моему. Здесь. Здесь. А должно быть это как-то. Не мешает. Вот видно, кто в город ходит подстроенный. Здравствуйте. Я хожу в город. Я полночь. Многие знают здесь. Ну, что могу сказать. Мы пришли примерно одновременно. В большинстве присутствующих здесь. Это была эпоха, мне кажется, расцвета не хиевского туризма. Ну, не хиевский. Ну, и туризмский тоже. Бабки Николаевну тоже очень любим. Она для нас как мама. Сергей Александрович как папа. Я считаю его, если честно, я считаю его своим учительным. Только самое главное, что он меня в жизни научит. Критично смотреть на любые вещи. Не убывает черного белого. Здесь полутора и так далее. Поэтому любую. Вот у нас училась по ходу, косара, десерт. Он научил нас смотреть на определенные моменты решения, факты, обстоятельства, самосредственно сразу критиковать. В итоге получается правильное, верное решение. Что очень важно нашей экстремальной деятельности. Все продолжают заниматься тризмом. Ходить, надеяться, чтобы вернуться. А я проще. Я приехал на Алтай. Живу посередине острова. Иди-то тут. Вот в Алтай. Очень хорошо. Я весь туризм. Чекал. Чекал занимаются на Алтай. Всем. Нам подсчет отбор. В гости зови. Да, да, да. Отлично. Сергей Чекалин. Всем привет. Мне поздоровался. Это фамилия? Чекалин. Знаешь Чекалин? А, все знаю. Занимался с 91-го года. Чекалин. По кровь жизни. Благодарен Сергею Александровичу. Привитым некоторым. И, как он любил выражаться, я расширяю пределы. Расширенным пределам. Очень пригодилось по жизни. Ходил. Хожу. Ходил буду. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я по поводу Сергея Чекалин. В этом моменте, правда. Мы с ним на байдарке боем, а тут байдарка перевелась. Тренировались просто. Ну, у моста, знаете, там, да? Течение по весне мощное. Там, наверное, все переворачивались. Случалось только. Ну, мы с ним на байдарке, а тут кто-то переворачивался. Эту байдарку надо вытаскивать. Она таймень. Там есть, конечно, у нас вот камень надуватель. Но этого мало. Я сзади. Чекалин спереди. Кто байдарку держит? Чекалин. А он школьник. Он маленький. Она тонет. А я должен грести. А он орет. Не удержу. Ну, я ему говорю. О, спокойно. Да? В общем, он лежал на байдарке. АПЛОДИСМЕНТЫ Помнишь этот момент еще? АПЛОДИСМЕНТЫ Но... Ваше выражение, если Александрович мотивирующий имеет... АПЛОДИСМЕНТЫ А результат был! А, коллега, помнишь? По вашему... Всем здравствуйте. Тем, что я имел здорово. Все сегодня. Все сегодня. Англент Евгений, да. Всех с вами. Поближе микрофон. Мисс Лоргария и тому подобное. И ходить в школу. Меня вообще звал. Учитывая графика сам. Как-то так получилось. Ну, в первое время, 90-й год, моим господинам стал Юрий Байнаславович. Вот с тех пор я как бы и... Как-то, да, вот вязься в эту погоду. До сих пор здесь. А вы родились последние. На данный момент я до сих пор работаю за школу. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Высокый Александр Сергеевич. Сверху очень давно помню ихний. Вон, Дима, правильно что сказал? И вот. Как-то значит, еще больше сказать. Сверху, давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не знаю, что я от Дмилинова. Вот очень интересный момент. Вот для меня отросся в одном из походов. Это приполярный Урал, когда мы дважды пересекали в Крепет. Вот не в каждом человеке это увидишь, не всегда, не в каждом походе. Вот уже не такое было. Вот я увидел, что у него нет границ, он пойдет до конца. То есть понимаете, да? Там у него где-то сидит мысль, он идет, идет. Он уже не соображает, он идет. А он не соображал, правда. Ну, во второй половине это было. Но, тем не менее, вот этот вот фактор я тогда сразу так оценил. Вот это в нем есть. А, еще такой момент. Было два человека, они причем оба не мои. Это Женя Конкудинов, но он вообще ничейный он такой. Он у всех занимался. Да, и Леха Милегин. Вот для них двоих не стояло вопрос, идти в походы или идти в школу. Однозначно. Если пошли в поход, Леха Милегина не взяли, Леха сбежал, догнал нас в лесу. Я ведь все равно с вами пойду. Все, мы уже сутки шли. Он где-то нас там перехватил у Ямского. Пошли тут с единичку с пацанами тоже. Леха догнал. Я говорю, знаю, вы тут мимо, вы мимо меня не пройдете. Все, с нами шел дня три, потом пинками гнал его на соватью, чуть не силой садал в мотовоз. Потому что меня в посуде, пропал, да? А я тоже не хотела сказать. Да ладно тебе. Не огорчись. Андреевич находил Миша, сборная группа, Валера Хадрис, Валера Кобус был. У нас из Кобуса Милегин. Да. И Женька Милегин ты. Женька был Кастелло. Он нес. Кто был? Бензин. Да, и Примуса тоже. Бензин и Примуса. И вот, смотрите, средняка. Картину. Кто на клеен щит, кто на попе, кто на чем летит. И тут у Андрея Эрнольдовича, который съехал первый, и я вижу, что у него глаза просто выпадают. Потому что сзади игрушки. Точно так же, положи крюкзак, сверху на рюкзак, летит Женя. Радостный, счастливый, довольный. Один бы камешек. Взрыв мощной силы. Нас должен Малина как-то, Женя не переживает. Но я даже не про это рассказываю. Он еще молчал. Ему рассказали, какая бы была картина. Его нисколько не смутило. Весь поход почему-то на его дежурство. Помнишь, Женька? Примусы залипали. Даже у меня все получилось. У него Примусы залипали, ломались, не горели и так далее. То есть для него это был такой стрессовый поход. И потом в конце нам нужно было двое суток ждать до поезда. И нас местные на Мальтицке отправили на Крыпчегай. Это у них море считается. Это зона отдыха. То есть мы представляли себе что-то лакшери. И вот мы с палатками уезжаем. Приезжаем туда ночью. Выгружаемся туда. Нам показывают направление. Мы идем. Какая-то болотистая. В общем, ставим палатки. И утром мы просыпаемся от того, что слышим звук невзоткомого голоса. И вот те выражения, которые ты, Сережа, кричал с байдаркой. Кричи байдаркой. А это... Женя Кукинев. Утром проснулся и выглянул из палатки, куда мы приехали. Куда нас привезли. И какие там сороконожки бегают. И вот весь это... Все это вот походное из него вылилось вот этим утром. Миренец за травмой привезла к нам в палатку пятаться. Потому что Женя, правда, был очень эмоциональным. И вот тогда первый раз я его слышала очень много слов. Ну и сейчас это второй раз. Замечательность. Вы все любите здесь. Спасибо большое. Браво. Я еще пару слов добавлю. Сейчас, на самом деле, Женька остался у нас главным в Котловском детском туризме. На самом деле так. Да. А в 93-м году это у нас был самый юный участник похода. Ему было только 16. Было ли 16? Не было, наверное, еще. Но самый молодой. 16-й. Да. Ну, 16-й год, наверное, что было. Его взяли так... Полулигально. Потому что там... Ну, нельзя было в третью категорию брать тоже 16-ти. В 20-ти лет Женьку взяли, знали, что он может. Взрывы перимусов. Это вот... Это Женька. Да, да. Но... На линике Дмитриева не будет, сколько Дмитриева, там. Другой вид, видимо, да. Это вообще песня. Последняя на черканой руку. Женя Свечер, Женя на беремо. Куда на линьце стоим? Утром на линике вот и нет вообще. Потому что самая все замерзла. Женя, как на, где? Он пытается повыть лед, ледоругу. Но вот этот лед мерзл столько дней, что там ледоруг сломались, естественно. Вот это был сухой запах. Повзыхали, попереживали и потопали для первого снежника. Но без этого всего вырос настоящий турист, каких мало. И дайте Богу это здоровье и долгих-долгих лет. Здравствуйте. Школа 18, в лесу Дмитрий. Сергей Александрович, мы пришли в 90-м году. Видимо, это тоже верно, что мы на 80-м году. Проходили по Ленингам, по Горелиям. Все очень хорошо, все интересно. Немножко в школе, немножко в году, а потом в 96-м году. Я в армию ушел, но с полной класса, остался жить. Думается, все прошло. Тогда, наверное, закончилась моя туристическая жизнь, но в течение времени мы идем сюда обратно жить. И, как известно, сухой, все время дружной, хорошей, да. Спасибо, Сергей Александрович. За дело было самое офигенное в моей жизни. Ну, отец немного дал, опять же, он сам деревенский. Тоже реки, лес, ягоды, виды, это все, главное. Ну, самое ощущение, конечно, когда первый раз удачу на Ливенку, на водопад, это была весна. Вот тут, не помню, но это был первый мой выход. Ну, и первый раз собирали байдарку, камень. Олег Маматов ушел, не дождался этой истории. Он меня кинул сразу же тут, на водопаде. Я понял, что байдарка мне очень понравится. И потом, когда он пошли на Ливенку, это была весна. Саныч говорил, что мы начинали движение в Сусоловке. В торгоне мы тогда еще забыли весла от двух байдарок. Возвращались с ним в пригород и обратно. Тогда еще был кировский поезд. Вечером мы без билета с ним в тамбуре. Доехали обратно, уже поздно вечером. Саныч Лагерин оставался уже в Сусоловке. Была первая ночь на счет. Тоже мне очень хорошо запомнилось. И пошла вот эта конка на байдарках, конечно, это обвинувенно такая, в которой у нас всю жизнь. Спасибо, Саныч. Аплодисменты. Мне их нельзя ждать. Если я начну вытирать сокли, то мы нифига не пройдем. Я, понятно, делаю, иду первым. Ну, там, потом немножко жду, чтобы не терять, и снова ухожу. И вот так вот. То есть это я тоже поддерживаю таким образом. Но фокус-то не в этом. Когда вечером я пришел уже, не знаю, это было, может, часов шесть, представляете, да? Пешком постоянно тащить байдарку, это еще тайминь, дурацкие, они тяжелые, неудобные, корявые. И очень быстро за мной пришел Дима Ильцов. Вот тогда я понял, что это парень крепкий. Остальные там в течение часа, полтора, ну, что движение такое, там... Саня Макрецов тогда был маленький, у нас было всего два гидро-костюма хороших, не языка, вот именно хорошие, с подводной плодокси, Северодинская. Я Макрецов еще, как самым маленьким, удал. Он почему-то плел один посредине реки, без байдарки. Не знаю, кто у него там байдарку тащил. Вот это так было. И Володя добавил. Добрый день! Здравствуйте! А я хотел бы сказать про своего друга. Ну, Дмитрий передо мной выступал. Ну, вот как? Поднакомились мы, по большому счету. Угнали друг друга, вот, говорит, давно. А другу у нас завязалось именно в походах. Никогда не забудут, когда в Хибильской тундре. Ну, я на лыжах плохо катался, честно говоря. Я помню, потом что-то поломается у меня. Я стою, он, знаете же, всегда у нас коломонежки были. И это самое, там, все равно запас сухарей, еще что-то. Он достает свою коломонежку. Нет, вот я сижу, сухарями меня кормят. И стоит, чинит мне это самое, лыжи, крепления, там, еще что-то. Он говорит, Володя, вставай! Володя, вставай со мной, давай, дальше двигаться. Потом, может, это он мне передал, как бы, конечно, это, ну, всего туризма. И Тривий Александрович нам много научил, помог. И когда вот у меня вот друг, вот тут за Димой сидит Александр Лысов. Знаешь, он совершенно другой тогда был, не такой, как сейчас. Он там сидит, помогая, там, Ане Фокиной, руки отмораживал. Он, самое, как он, ругался на него в походе, заставлял нас давать колецы и, самое, девать, чтобы он руки не обморозил. Сам с этого похода пришел с черными пальцами на ногах. Ну, как сказать, да, дружба закалялась и, походу, да, потом мы служили практически вместе в армии. Жизнь очень много. И вот сейчас плотно общаемся. Как бы вот клуб нас объединил, соединил. Мне очень приятно вообще, как бы сказать, встретить, увидеть всех, девчонок. Они такие, ну, я не знаю, как сказать, опера красавицы ее были. Сейчас вообще обалдеть. Ребята, ну, как сказать, я не знаю, мне очень приятно перед вас всех находиться. Вот, наверное, у него мы с тобой, по-моему, по ходу по валий ходили. Приковала. Да, 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 ходили. Входили, ходили, да, уже не с нами был. Многие ребята мне вот вообще. Всегда приятно это вот для меня вот это. В жизни у меня всякое было. Вот это для меня была своя жизнь, и она вот эта своей жизнью останется, которую я всегда берегу. И, как сказать, думаю, она для меня вот этой особенной жизнью себе и останется. Спасибо вам. Вот Вовка Укайен. Добрый, веселый. Он всегда таким и был. Но спросите меня, почему он никогда не привел в Емальников? Что он наварил вообще? Потому что вот Володя такой. Сергей Александрович, сейчас я работаю главной женеркой, у Чуковских сказок, что это самая шведовольственная автоматика, как бы это поискай, безопасное движение. Я там главный, там... Вовек, я понял, что за 20 лет много чего произошло, и я нифига не знаю. Вы уже абсолютно другие, честные слова. Меня зовут Володя Семенов. Меня все помнят этим вот маленьким шкетом, я помню, был сам сам маленький, как я не обосказал. Пришел я в клуб, так сказать, по стопам моего двоюного... Вот, я на самом деле сидит, в Володей Укайене. Я помню, когда был в гостях, когда он пришел с похода, я помню, как он такой, весь прокопченный, как сказать, обгоревший, носки там обгоревшие снимают. Я вот туда вот уже понял, что мне вот это надо отрезать. А потом на следующий год, я сиди, я там пришел в школу, в этой школе учился, я помню, в седьмом классе. А в какой школе? В второй школе. Вот. И пошел я тоже по гостопам в туризм. Ну и из походов, я помню, два, они были основные, это вот побережье Белого моря, когда мы там от Кюрчичи до Олеги там шли по забережью, по болотам. Здесь не стали, я знаю, через заливы, когда там отливы, на Беломорье, или вот, я помню, там у нас. И второй, это Байкал, до Байкал, где Фредрит Хамар-Даба. Там был вообще поход тяжелый, я помню, если ты скажешь, напомню, что там уставал, что это. Не, ну, Олег, я же, я же, в каждом походе умел вляпаться. Это был тоже Байкалский вляпанный поход. Я же никогда не думал, что там долина реки Снежной, да? Ну, что такое долина реки Снежной? Я же дома сижу, поход планирую. Ну, сколько можно за день пройти? Скажите мне, километров. А? 60. Можно и 60 пройти, да? Так вот, по долине реки Снежной мы шли, допустим, с 8 утра до 8 вечера, да, за 12 часов продали, в лучшем случае 5 километров. Два дня таких было. Такая была долина. Откуда я это знал, пока не прошел? Вот, это все, конечно, заполнилось. Были и тяжелые моменты, но хорошие осталось. Я до сих пор занимаюсь туризмом. Я сейчас, наверное, больше не буду рисовать на путешествиях. Уже проехал много стран. На велосипеде, ну, и горы пожил, но, конечно, и сразу был рот, и завтра уходим поход в лыжные на третья пора верну. Так что, это во мне живет, продолжается. Вот. Спасибо тебе, Павелик. Меня зовут Дмитрий Никипелов. Для меня спортивный призм начался, ну, как для многих, наверное, в пятом классе, это был, в 95-й год. Там пришел Сергей Александрович в школу сертификировал. Когда же пришло человек 20-30, наверное, через полгода осталось человека 4, в том числе, а, где раньше еще, наверное, было. Да. Были все те же походы, Белое море, Нюрчин, Северо-Хамельская область, Ильято-Новоиск. Нет, просто там уже было. Занимался туризмом до конца школы, после школы продолжил уже в Санкт-Петербурге. Вот, какой же сейчас еще занимаюсь, не так, конечно, как тогда. Хочу сказать спасибо Сергею Александровичу за ту школу жизни, в случае, с которым он вместе прошел. Много приобрел и узнал ценных качеств. в те времена еще отшел. Спасибо. Добрый вечер. Главное число на территории Петербурга. Я тоже помню этот поход в Белое море. И он очень запомнился. Соленый чай и отпевались мы на болоте вкусной водой. мы можем вспоминать. Очень хорошо, что у нас это собрание очень приятно. очень приятно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Выдарено все второе крошко. У меня воспоминали кучу. Особенно когда я поехала на Байкал одна девочка следила. Челюб. Это было тяжело. Точно. Я еще помню подошло. Я забыла одежду. Смертно я была в одном костюме. Весь этот месяц. Но сейчас я вспоминаю меня весело и интересно что-то рассказать. А тогда кто-то не видел парила. Бежала за вами как только могла от этого я стала быстро ходить. Получилось очень быстро. А ты помнишь что по камням ходили, да? Да. То есть там после тяжелого похода мы через пять дней поехали с ним на Байкал. И мы-то более большие, мы здоровенные такие, да? Мы там прыгаем по ним, нам гораздо легче, мы так передвигаемся. А они-то перебираются только через камень. Мы еще сами субботен, он тоже такой среднего возраста. Он попробовал прыгать. Ну, пару раз упал, перестал. Ну, вот так и иду. Мы когда сбежали, куда бежите? Колени болеть будут. А потом правда вот такие колени в мозоли это было, конечно, кошмар. Мальчики болели все. Особенно Олег. И это я не забуду, бедная походы. в общем, мне все понравилось, мне нравились эти походы, воспоминания обалденные. Муж своему рассказывал, он говорит, да ты что, вообще-то, как так, да он вас маленький повез, да так далеко. Мужку ему вот это упожать в канавах. В общем, спасибо огромное. Очень рада, у меня очень много опыта от этих походов. Спасибо. Настя Андреякова, девичья моя фамилия. Я тоже, вот из тех, кто 82 и младше. Мы все из вас на вторую школу пришли. Я как-то вот неожиданно пришла, потом неожиданно пришла, потом неожиданно ушла. Но для меня это было вот очень сильное впечатление, преодоление себя, я была такой вот слабой, чахой. поэтому все спуски на лыжах с горы, славы на байдар, как это для меня было жёстко, но интересно, и до сих пор Ленина мама сказала, что Лена кушать начала, а я перестала болеть, и мы родители были очень рады. Нет, на самом деле, очень всё было классно. Я считаю, что прекрасный опыт, и вот сейчас свои детей я тоже отдала, не знаю, в Архангельске есть, элементы. Кстати, думала об этом, есть ли такая школа, что, мне кажется, для детей это важно, и это и умение дружить, общаться, выживать, в целом слове. В общем, односторонний опыт. Спасибо. Я работаю в Норвежской организации, называется Норвежский дворец, и мы поддерживаем совместные российско-норвежские коррекции. В основном, гуманитарные проекты, в области образования, спорта, культуры, и так далее. В общем, работа классная, интересная, мне очень нравится. Так, не, мы, когда деньги мы берём, да, то есть, мы получаем заявки, и берём на Титрайф. Аргентик. Спасибо. Всем здравствуйте. Жанна Атанилова, теперь уже в Хромово. Я в туризм пришла, так же, как всех и агитировали, пришли нас с агитацией, и мы попали в кружок. Помню этот подвал во второй школе. Больше всего мне нравилось это ездить на соревнованиях. Вот больше всего я любила это. Ну, очень много впечатлений в походах было, всегда нравилось, когда много людей собиралось, вот эти вот костры большие, впечатления, в общем, надолго это всё осталось, и до сих пор вспоминаю. Большое спасибо за все. АПЛОДИСМЕНТЫ Я извиняюсь, спасибо вас, куда ж вас тут? Когда мы приехали из Байкала, мои родители там, ну, я предложила, ну, ну, давай, я говорю, что давай, где орехи-то? Орехи-то, где орехи-то? Какие орехи-то? Да вот тут три штучки. Я думаю, что, ребята их собирать, собирать. Мы никогда отпустили, папа! Отпустили! Это как правило. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет! У меня была Украина. Особо не готовился, но, что случилось? Так, что время с вами. Туристом зашёл из школы, как многие все собравшись. Это класс был на седьмой, потому что, я помню, у нас пример Юрий Брениславевич. Юрий Брениславевич, да, то есть он ушёл, Ну да, у нас была москопница, Байлан и его супруга Анарюха Александровна. Честно говоря, первый мой инструктор – это концы пунктов. Не знаю почему, но собрали, он у нас собрал, показал слайды. И, может, когда-то начинали. Первый мой поход – это лыжный поход, мы пошли в какую-то деревню. Вешал 13, то есть что-то такое, зимний поход. Но лыжи маленькие совсем какие-то. Вот он у нас появился, потом был дар, я так понимаю, да? После этого он уже ушел. А сразу же после этого они сразу в армию забрали и улетали. Ну, после снимал себя блескалище, долгое время. И вот так судьба съела, что Сергей Александрович взял у нас поход, с собой три раза не совсем поход, когда мы сходили с ним. Вот и подход сходили на юргу, потом сходили с ними на море. И байтрал, потому что доказалось больше всех. Такие моменты, что мы ехали в поезде. Пока мы ехали до поезды, пока мы ехали до поезды, мы очень долго ехали до всей семьи. Это даже поезды, да? А медведев на поезды? Помнишь? Помнишь? Да мы не едем просто, но они были постоянно. И вот я ехали до поезды. Пока мы ехали до поезда, мы заработали дежурством весь поход. Вот наша палатка 4 часа, мы дежурили весь поход. Потому что мы постоянно хулиганили. Как не хулиганили? Мы приехали в Москву, вот вышли туда, там отметились. Уходят такие ребята, ладно, короче, 6 часов, мы разбежались по Москве. Это был седьмой класс. Разбежись по Москве, да? Конечно, мы разбежались. Держинка обоздали на эту встречу, когда пришли. Получили сразу почитанному дежурству. Держи. Ну, давай, Калия. Похоже, что занимался Юрий Владиславович, у нас был свой центр туризма, да? Мы к такому были маленькие, не привыкшие к этому ходу, да? Вот это все это, бегом, 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 бегом. Когда нашли встречи в переправе, мы стали все равно развиваться. И какие-то сброс. Ребята, конечно же, все в ботинках, как шли, как шли. Пока мы это все одевались, естественно, мы опоздали. Опять подежурствую руководитель. То есть мы оставали постоянно там в своем походе. Конечно, он удался у нас там. И лишал всего и сладкого там. С Олегом Маргельником сидим. Олегом Маргельником сидим. Давайте печенышку. Я беру, а он учит такой костер. Дети сидят в костер. Как бросить в костер? Я ему обратно напомню. Нет, костер. Бросили дедушку в костер. Она горит, как с ним. Такие моменты запоминаются. Особенно не кричите, не кричите, не кричите. Все говорит, что кричите, не кричите. Все говорит, что кричите, все. Он выкинул вот так вот. А там медведь сидит. Кучеряк говорит, крикнул и предупрежу его, да? Чтобы он как бы нас знал, что мы идем. Чтобы в сторону отошел, да? Вы зря влюетесь там. Я почему-то уже в таком времени не чувствовал этих медалей. Во-первых, кругом следы были, да? И во-вторых, вокруг каждого кедра. Ты помнишь, да? Это было натопкано круги такие и насрано. То есть Миши там постоянно их много. Вот Настя говорит про тот поход, да? Байкальский. Это середина Байкала была, южная часть. Там просто не было кедра. А зато вот, когда мы с доначьим ходили в Саяны, да? Тоже в Байкал, но немножко Саяны. Зато там кедра знаете сколько было? Мы привезли оттуда тварь, по-моему, чисто орехов, да? И по роду зыков, наверное, шишек. Да я уносил эти орехи, блин. Ты зареешь, что ли, что ты уносил? Мой изжога стих пор. А, кстати... Мы же разделили потом, помнишь? Мы же разделили в Юросеми, в Юросеми. Что-то походу там... Это было сложное, там тяжело было переход. Тяжело, там, вышли, там, какой-то самый... Клэп, запилили целый стол, там, у него, там, телефонную связь. Самое... ...самое... 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 ...на первом году она трудно запоминается. А вот на втором году приходится... ...учить, ребята. Очень быстро учиться. Ты учиться понимал. Сергей, ну... ...это у меня был инструктор... ...это... ...это... ...как называется... ...воспитанный... ...не... ...женька, он... ...такой... ...наощь... ...про Жене... ...про Жене еще много историй, можно сказать. Ну, 10-11 класс... ...я вот с ним, походу, дохаживал... ...как на школе учиться. Кстати, тоже... ...мем намного... ...очень благодарен... ...как бы... ...ну... ...серьезно... ...уще... ...котя ему до того времени было... ...такой... ...как... ...как... ...на сколько? Ну, в 1-2 года старше... ...получается... ...то есть... ...я учился в 10-ом... ...а он, наверное, когда... ...предавельский... ...год... ...лет 20 с ним пришел... ...то есть... ...водил у нас... ...и... ...походы... ...чет... ...неправильно. ...допустим, со 2-го... ...да... ...пять лет у нас... ...так... ...я про это не говорю всегда... ...не думал, что он такой молодой чат... ...нет, я про это всегда... ...походы... ...женя, ты... ...неби... ...отписываешь... ...воды, что ли? ...поскопы... ...воскопы... ...месте с городской... ...ритальской... ...тож... ...ум... ...вот... ...но сейчас... ...неби... ...неби... ...как... ...друг... Спасибо, что дали мне жизнь и опыт, который, кстати, мне во многом Улибаева. Я, на самом деле, очень-очень рада вас всех видеть. С кем-то я как-то поддерживаю отношения, кого-то не было со времен школы, не сразу некоторых узного, к сожалению, но, наверное, больше вот этот ухо, не вас. Когда Сергей Александрович, я очень почему-то хорошо отчетлива, помню, пришел показывать всем, что-то в школу, слайды, там все восприняли на ура, красивые картинки, ну и записалось. У меня, как это говорится, кружок охоты, мне еще и то, и то охота. Вот, я училась в музыкальной школе и подумала, что ну нет, ну какой куритик, нет. Но, очень, прям в скорости я вышла из музыкальной школы и прям легко пошла в подвал на Виноградово. И все, там и осталось. Вот, вспоминать могу очень много. На самом деле, я ассоциирую вот тот опыт, который мне принес туризм, с тем, что когда я переехала в Нижний Новгород, в город, в котором, собственно, никогда не была, и мне пришлось строить свою жизнь с нуля, заново, не имея никаких знакомств, вот эта вот какая-то вносливость, не знаю, упертость, вот эта школа, что ну, нет, надо потерпеть и мы дойдем. Вот она мне помогла, я как бы построила там свою жизнь так, как я хотела. Ну, Светлана Быкова. Действительно, как Юля сказала, можно много вспоминать. Меня в туризм привела моя одноклассница Ольга Пятина, насколько я помню. Да, мы сидели, мы Норицинские, мы сидели в Пионерской, вязали узлы, вот, а такие яркие самые моменты для меня, это, наверное, как мы за день сверили 60 километров, вот Наталья сказала, что можно пройти за день 60 километров, я дошла домой, села и заплакала, сказала, я дошла. Вот потом мне вспоминается Кавказ, один такой яркий самый момент, как меня оставили следить за девочками, за Аней, по-моему, за Леной, Лена, за тобой, да? Да. И мы, мы спускались уже с гор, и там вот такой красивый вид, с одной горы течет серая такая река, с камнями, там, про река с долины, а мы посередине. И нам надо было эти реки перейти, они же сказали, ну, там где-то мост, и мы стоим, и мы не знаем, где мост, они, ну, сзади где-то, девчонки устали очень, сзади где-то метров на 10, они идут, а я перейти такая, где мост, где мост, я ответственная очень. И вдруг я врачу в голову, и на меня летит джигит такой, ну, как из картин, как из кино, вот она такой, на лошади с Калашниковым, сзади, ну, какой год, я не помню, какой год был, как раз все волнения были, да. Я к нему говорю, здравствуйте, уже слышно, да, здравствуйте, тут где-то у вас мост. И он, как бы, знаете, смотрит на меня, это, вот, аул, представляете, дикий аул, потому что он смотрит на меня и делает настолько непростойное предложение. Мы за две минуты перескочили от улыбки, без моста вообще. Я, как бы, своим детским умом поняла, что если мы этим Калашниковым сделаем все, что угодно, да. В общем, нас на это наказали за непростойное предложение. Мы дежурили там, у нас пятая битпалатка, я вам помню, что, как бы, завязывали, не давали особо там где гулять, потому что, кстати, ситуация была опасная. Вот, действительно, было интересное детство. Спасибо большое, Сергей Александрович, подумаю, что все меня поддержат. Да, и все соревнования, и все походы, каждый с особым случаем. Так что, благодарю. Здравствуйте всем, меня зовут Дени Попов. Ну, во-первых, я скажу, что я не бываю в соцсетях. Меня практически нет в соцсетях, я практически не общаюсь в соцсетях, но последние несколько месяцев я регулярно проходил в соцсети, я смотрел фотографии, и я ждал встреч. Я очень ждал встреч, и я очень рад, что я увидел очень многих людей, которые были в моем детстве, и, в общем, действительно, для меня это небольшое событие. Я не сразу попал в туризм, Сергей Александрович пришел показывать славе на урок географии, седьмой класс. Мы очень активно участвовали в жизни 76-й школы, в общественной жизни, в Украине и Норицыной. И очень многие ребята записались в туристический кружок. А я не записался, потому что я понял, что мне это совершенно не нужно. И они все уходят, там какие-то... Я понимаю, что фокус жизни сменился. Все занимаются туризмом, а вот я подхожу один, и пойдет на что делать. Следующий год Сергей Александрович снова приходит, это восьмой класс. Я понял, что надо посмотреть, что это такое. И я записался в туризм. И на самом-то деле, вот это был 92-й год, в конце 92-го года я пошел в первый категорийный поход, и для меня весь остальной активный пиво, когда я занимался активным туризмом, произошел на одном металле. То есть все походы, которые были, все люди, которые меня окружали, все мои друзья, все сложности, все какие-то радости, которые были в тот период, которые были в спортивном туризме, я уехал с фото, он продолжился. Но все это было, если характеризовать одним словом, это какое-то, наверное, главное одно дыхание, какой-то такой угар. И, собственно, я прошел, Сергей Александрович, 12 походов, один поход с Дулинской я прошел в Питере, я очень рад. И потом я еще ходил в походы, я дошел до Молилгодной Шестерки. Но то, что я понял, то, что та школа, которая была заложена здесь, в обувском туриста Сергеем Александровичем, это тот успех, который был во всех моих походах дальше. И потом туризм спортивно кончился, но я всегда общаюсь с природой, я бегаю на то, что это ориентирование, на счет каких-то соревнованиях участвую. И на самом деле тот импульс, который мне дали, он со мной всегда. И в моей работе, в моей профессиональной деятельности я всегда пользуюсь темы, науками, которые я приобрел в туристической секции. И на самом деле мне кажется, что сходное чувство для большинства народа здесь, а может быть для всех, то есть то, что мы приобрели, те навыки, которые мы приобрели в детстве, та способность преодолевать сложности, та способность терпеть, та способность добиваться каких-то поставленных целей, это останется знаменемой всю жизнь. Ну, по крайней мере, со мной пришли. Сергей Александрович, душе спасибо. Вы видите, Каник был скромный все-таки, да? Я немного скажу. Он говорит о пятерке руководства, о шестерке. Вот эти два похода заняли на России первое и второе место. Ну, это неправда. И еще один момент. Он сегодня доктор, но по физиологии. Он об этом тоже не говорит. Катя Кузнецова. Училась в 18-й школе. Сергей пришел в 8-м классе, показывает слайды. Костяки, слайды. А как еще? Показывает. Даже не помню, сколько я сходила походом. Было очень много их. Соревнований много было. Но вот самый, может, яркий момент сейчас с вами вспоминали. Ходили в лыжный поход, единичка, в Желтиково. И когда мы, дети, две ночи встречал Новый год в одной деревне Желтиково, в одном доме. А мы вокруг этой деревни ходили и никак не могли в нее попасть. Вот это на самый яркий такой момент. Ну, а как? Катя, зачем ты знаешь такую? Нет, она просто рассказывает. Не всем, наверное, понятно. Как ситуация? Вы же знаете, что такое новогодние походы, да? Декабрь, новая. Это самое короткое время, да? Выходишь в 9 утра, заканчиваешь примерно в 3. Я их вывел. Нам надо дойти до Желтиково. Как ходят школьники? Какой скорость вы тоже знаете, да? Время уже поджимает. Наверное, 2 часа, да? Я вижу, что мы с ними просто не дойдем физически. Я их оставляю. Говорю, ребята, по моей лыжне пойдете. Там оставалось, может, километров 7, я не знаю. Ну, короче, вот, 100 километров. 7 километров. По моей лыжне пойдете и придете в доме в Желтиково. Все. Все понятно, все понятно. Все полуждения пойдете. А мы шли по дороге. Я по этой дороге пробегаю, убегаю. Я там в Желтиково уже печку топлю. Все нормально. А навстречу шел грейдер. И засыпался следы. Ну, понятно, да? Плеха. Времени там 7 часов вечера, 8 часов вечера. Никого нет. Это было 30 числа, да? 30 декабря. Ну, а что? А у меня, знаете, еще в рюкзаке, да? Я не помню еще у меня там. Но из еды у меня две бутылки шимпанского и шоколад. Все. Больше у меня ничего не было. Ну, ладно, эту ночь я переспал. А, кстати, было плюс 8 тепла. А они-то где спали? Это история целая. Палатки-то у меня не было. Да подожди-то, давай закончим это дело. На следующий день утром я на лыжи пошел назад. Дошел до дороги следы, смотрю мимо моего дождей, просли и дальше шурмуют. Ну, я лыжил от Кновы, пошел пешком за ними. Не знаю, километров 12, наверное, было, что ли. Я их догнал. Все нормально, все живые, все здоровые, хорошо. Переночевали, хорошо. Без вопросов. Что? Поставили палатку, и все в руках, печка, все хорошо. Ужин они себе сварили, завтрак положено. Это все ладно. Там Жень-то субботин был. Он мне казался тогда, ну, достаточно способным вывести эту группу. Я их напрямую, понимаете? Вот напрямую, видно Желтякова. Я ему покажу, Женя, видишь, Альбом, там Желтякова. Я же без лыж. Понятно, да, я уже там оставил. Потому что плюс 8. Вон у нас Желтякова, Женя, доведешь? Доведу. Я прикинул, они раньше меня должны прийти, понимаете? Бля, там много, да? Я возвращаюсь обратно, прихожу в дом, а часы опять прошли, опять ночь, я опять один, никого нет. Они сказали, дуй на тебя. А я расскажу, что это раздруга. На следующий день, на следующий день, это, по-моему, к 12 дня уже КАМИ пришла первая, и все остальные. Они назад вернулись по моим следам, и вот это так. Ну, вот что, вот так вот это было. Потому что, если бы идти было прямо, там были ручьи, и там, ну, полыни, просто побоялись. Здесь пугаться, конечно, не побоялись, побоялись. Я испугался, а что долго пугаться-то, если я потерялся? Нет, подождите, вот пугаться-то, какой смысл? Если я вас потерялся, то я вас потерялся. Я вам расскажу одну историю, была со мной, мы ходили на Карл, это вот четверка, это полярный Урал, это такая, ну, суровая река, июль месяц, вообще там, ну, вообще, короче, очень сурово достаточно, да. Там, там, эти каньоны, каньоны, там, Волод такой серьезный. В общем, я прохожу первой, это взрослая группа была, шла, кстати. Это слава взрослая группа. Каньон, ну, не знаю, может, километра два, да. Я его прохожу, ну, как-то так получается, что я быстро ухожу туда, я там, ну, все уже далеко, я иду с фотоаппарата назад, иду по вверху каньона, а все внизу по этому каньону. И смотрю, кто-то бултыхается, понимаете? А это вам горная река, это не кухры-мухры, это скорость 12-12 км в час. Кто-то бултыхается, а я по вверху иду и смотрю, ты говоришь, испугался или нет? Я иду и думаю про себя, так, ну, я так про себя, если говорю баба, то все, хана, если мужик, то выпадет. Я вижу, что руками вышло, машет сильно. Оказалось, Андрюха Юров выпал. Ну, можно, конечно, бояться, но вот в такой ситуации у меня по жизни не так всегда было. Вот, помните этот поход, когда Матвельцов обжег ноги, да, в палатке? Обварил. Обварил, да. Помните этот поход, да? Ну, все было быстро, как бы, я не знаю, реально. Единственный человек, который там что-то делал в этой ситуации, это еще был Славик Королев. Я выбросил эти примуса, да, мы с газом первый раз, когда пошли. Славик убежал за палатку и кричал «Снегом, снегом!» Да, это может быть, но я выбросил эти примуса, выбросил эти баллоны, фиг знает. Помню, зашел обратно в палатку, смотрю на Саню Магрецову, он там сидит. Но меня больше всего поразила Анна Фопина, она как сидела, так вот в такой вот ситуации, вот в застыншем. А Славик Королев, когда я вышел из палатки, он забрасывал снегом. Я забрасывал снегом, ты, Ваня, не даст ему простить. В этот момент, короче, было, что сухари на утро достать. Я вылезаю, кусоваюсь, у меня нельзя грядом сразу, далеко не слышать. Достаю сухари, бац, звук пропал. В палатке, там, кто-то просто играет, там, звук пропал. Я говорю, бац, всем несутся на меня из палатки. Я не видел этой вспышки, когда за загородкой полон все пролетели. Я так отскочил, но на рюкзак на свой все пролетели, потом полон прилетел. Сюда, ко мне под ноги, Серега подскочил, откинул еще метров пять. Так вот, за палатку хотел, а я в это время прыгнул, как бы, затушивать. И он заворачивает ко мне и тоже, как будто я. Короче, это твою судьбу определило. Да, теперь я работаю, пожалуйста. Это были самые яркие туристские годы в моей жизни. Спасибо за мое счастливое детство. Ну, все здорово было. И спасибо, что все сегодня пришли. Всех увидела, встретились. Это была моя мечта, чтобы мы все встретились вместе. Спасибо. Ничем ему спасибо. А правда, все спасибо, как тебе надо сказать, а не Сереге. Еще раз поаплатирую, и тебя сейчас. Так, смотри. Всем добрый вечер. Я весь спал мужчин. Ну, с туризмом мы начали заниматься вместе. Ирина, потом пассивно учились. Прекрасная речь. Ну, как бы, туризм до сих пор уже в туризм. Ну, то есть, конечно, вот он большой перелет. Наверное, когда с 2000 года, на Жене, наверное, ходил за ручьевину. Потом большой перелет. Ну, в прошлом году ходил, вот, все-таки вырвался на Кавказ. Ходил сюда, может, сходить. Съедет может, даже получится съездить. Ну, как бы, все равно стараемся выбираться в лес, на природу. Молодец. Дунзин Иван, 76-я школа. Папа у меня ходил один раз только в школу, когда Серега приносил слайды. Сказал, согласен, пускай идет туда. С тех пор я с 6 класса занимался в туризмурдармии. В случае один, в сложном походе, когда перед... На месяц мы ушли, из 90 варок взяли только 60. И ты, как бы, нам не хватало. Серега думал, что мы уже думали, как бы прожмем грибами. Они с Серегой ездили в Москву, в библиотеки, интернета не было. Выписывали описание похода. И походам было там описано, что много всего. Надо было разъемом своих брать тогда. Потому что там в любом месте на берегу ходишь, так вось прошел, так медведь. И он, соответственно, их нафотографировал даже. И получилось один раз мы стойпище оленеводов, старое, что это было, потому что он даже целый овраг с выходом, он со шкурой, со старыми зубами. И нашли мешотки зима. У них 40-ка была сколочная из меня. Натуральный мешок, это 50 литров. Не, не, не целый мешок. Ну не целый, ну ладно. Килограмма по полтора каждому досталось. Когда мы старый нашли его, Михеев заходил в Денисский сказал, пощаднички, ну вот эти все, он не носит. Адрын не выдержал, и вброгер, и урвал горшечку. О, парень и мешок. Разделили, каждому, наверное, по полтора килограмма, так и хороший мешочек вышел. А вот этот был, так, стерешки, сыночки, помыл. Тут же рядом, и ешь как-нибудь. Адрын, ой, не дрын. Дрын, дрын, о, изюм, о, ты не ешь. Нет, это я что-то сказал. Фил, ему, наверное, лень не было мыть его. И он отравился. И кракал, и доливал, и температура не была. Ты был. Ты потом обменял весь изюм на сушке, все, корешок заткнуло. Когда я заткнулся, я провелся через несколько дней, и говорю, ребята, ну дайте, пожалуйста, изюмчики. Пытался обменять на обратном. Ты что, менял это? Да, ты отравился. Когда у меня изюм кончился, я самих был. Я, окей, припрашивал. А на тебе, ой. Спасибо. Добрый вечер. Андрей Сухановский. Курин пришел в школьные ходы. Походы, ходил немного. Ездил на соревнования. Взялся. На кабине меня. Больше особо ничего не помню. Курин ему большое спасибо. Да, хорошая школа. Курин сильно не могла. Потому что в 96-м году я ехал из дома, но и все больше так. Обращаюсь. Спасибо. Про туризм ты вспоминали. А сейчас я хочу отдельно поблагодарить Сергея Александровича за то, что он нас сегодня здесь всех собрал. Это колоссальный труд. Я тоже иногда по своей профессиональной деятельности собираю группы гораздо меньшего масштаба. И знаю, что это такое. Всем написать, напомнить, собрать, организовать и девчонкам, которые принимали в этом участие. Спасибо. Большое спасибо Сергею Александровичу.